Приветствую вас, коллеги, по хобби. Продолжаю дальше работать с Т-72. Покраску закончил. Вчера нанёс фильтры. Фильтр использовал фирмы МИК. Такой цвет фильтра. Лёг хорошо. Мне фильтр понравился в работе. После того, как просох, я нанёс глянцевый лак. Глянцевый лак использовал Мистер Хобби H30. Дал высохнуть около пяти часов глянцевому лаку. Сейчас нанесу декали на модель. Сейчас нанесу декали на модель. Приваривать буду их средством Маркфит от фирмы Томмия. И после задую тоненьким слоем, опять же, глянцевого лака декали. Дам хорошо просохнуть модели. И буду после этого уже делать смывку. Декали я уже подготовил. Сейчас замочу в воде. Немножко не угадал я с цветом. Точнее, с цветами данного танка. Светло-серый нужно было сделать немного белее. А красно-коричневый нужен был немного краснее. Но танк я делаю для себя. И мне такой камуфляж понравился. Поработаю еще с масляными точками. Может придам контраста масляными точками этим цветам. Коричневому добавлю красного. А светло-серому добавлю белого цвета. Глянцевый лак лег очень хорошо. Хорошая глянцевая поверхность. На литой башне немного он так лег. Ощущение шагрения. Но на самом деле это сам рельеф башни такой. А так очень нравятся мне лаки, краски фирмы Tamiya и Mr. Hobby. Декаль размокла. Сейчас нанесем ее на башню сначала. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас переведу и пройдёмся приварим маркфитом. Продолжение следует... Вроде бы и в воде долго подержал. Сейчас посмотрим... Продолжение следует... Но с такими декалями работать не очень приятно. Очень жёсткая поверхность. Декали не хотят размягчаться. Продолжение следует... А тут даже вот видно, насколько толстая подложка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло какое-то время... Не вижу я никакого улучшения, чтобы размягчились декали. Продолжение следует... Вроде бы привариваются, но... Местами отстают... И видна очень толстая подложка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И потом, когда подсыхают, полностью ложатся по рельефу поверхности. Здесь я даже удивлю. Настолько отличная модель, хорошая. И вот такие вот жесткие толстые декали. Подождем еще немного. И посмотрим. Дал подсохнуть декалям. Подождал где-то около получаса. Может даже немного больше. Вроде бы все приварилось хорошо, но пришлось много раз промокнуть их маркфитом. Сейчас заправлю аэрограф глянцевым лаком и закрою сверху лаком декали. Лак использую H30 Мистер Хобби. Развожу в пропорции 1 к 1,5. Одна часть лака к 1,5 частям растворителя. Продолжение следует... С応е следует... Продолжение следует... С ademásisk Asia. Закончил работать с лаком глянцевым. Все хорошо получилось. Лак лёг хорошо. Теперь дам ему просохнуть не менее суток. И буду уже в следующей серии делать смывку. Ну и хочу сейчас рассказать, для чего всё-таки делается первый слой на краску глянцевым лаком. Для того, чтобы легче было нанести смывку. Смывка по глянцу очень хорошо растекается. Хорошо попадает во все впадинки. Заполняет хорошо всю расшивку. А если делать смывку сразу на краску, она просто впитается в краску. И разойдётся в разные стороны. Но вы потом излишки ничем уже не уберёте. А с глянцевой поверхности берёте ватную палочку и без проблем излишки смывки уберёте. Но при этом она останется хорошо видна и будет хорошо выделяться в самой расшивке танка. Ну, буду заканчивать эту серию. Кто не подписался, но хочет смотреть за продолжением и следить, то обязательно подписывайтесь на канал. Также хочу поблагодарить всех подписчиков. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что оцениваете работу. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok